Спортсмен, который не смог себя реализовать, вынужден идти в кулачные бои. Хотят они, там, крови ждут, там, убей там его там. То есть мы после подписания вышли вот так, да, он ждет меня на один миллион долларов. Владимир Минеев мне звонил, предлагал. Там парни с улицы приходят, кулаками умеют махать. Федерация бокса. Взяла под свой контроль. Да, нас проверяли, реально, как будто нас в космос нас будет. Вы ГЛФС с вами не хотели продолжить? У меня как-то была ситуация там с бандитами, они со мной не угадали. Может быть, побоялись меня. Но сразу предупреждаем, что там зрелище не для слабонервных. Привет всем, программа «От первого лица». Здравствуйте. Сегодня у нас с Тимуром в гостях, на самом деле уникальный, да, без преувеличения человек. Мультиинструменталист, если можно так выразиться, только в единоборствах. Человек, который попробовал себя в разных видах, бокс, кикбоксинг, ММА. Я наверняка что-то упустила, но сегодня это боец на голых кулаках, Сергей Калинин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Я еще забыла отметить, что не просто попробовали себя в разных видах, но и неплохих результатов. Именно на профессиональном уровне. Да, неплохих, даже очень хороших результатов добились. У вас не так давно был крайний бой, как раз-таки в кулачных боях, с Тимуром Акимовым, насколько я помню. 17 декабря. То есть там буквально месяц прошел. Как вы восстановились, выглядите во всяком случае отлично. Да, я на следующий день после боя уже пошел на тренировки, начал заниматься, тренироваться. Я говорю уже сумасшедшие люди. Ну, я уже говорил и буду говорить, что для меня тренировки – это образ жизни, это не работа, а то же самое, вот когда ты встаешь, ты должен там сходить, да, почистить зубы, умыться, позавтракать. Вот это для меня тот же самый завтрак, это для меня сначала идут тренировки, потом остальные дела. А вот я всегда отталкиваюсь от тренировок и формирую свой график ежедневный. Сначала идут тренировки, а потом уже по плану все остальное. Все остальное. Знаете, почему мы так спрашиваем? Потому что, ну, во всяком случае, там, мое мнение, может быть, у Тимура другое. Мне кажется, что кулачные бои – это вот самая жесть в единоборствах, я прошу прощения. Один из самых травматичных, наверное, можно сказать. Славых видов единоборств. И поэтому для меня лично восстановление, там, ну, по лицу, там, ты однозначно получишь так или иначе кулаком. Да, и руки в том числе. Что оно, там, ну, гораздо сложнее происходит, может быть, дольше, нежели в смешанных единоборствах. Это не так? Ну, если взять ММА, там также может, возьмем даже тайский бокс, там также может прилететь с локтя, с колена, с ноги, где нет защитных факторов, будем так говорить. Вот. И можно такую же травму нанести. Даже, я думаю, локоть, он намного опаснее, чем кулак. Но здесь, опять же, травматизм для кистей. Насколько это прочувствовалось? Вот насколько это действительно так? Ну, пока для меня лично проблема не стоит в этом. Но многие говорят, что да, что руки летят. Ну, и надбровные дуги, там, да, трещины, там, скулы, еще там, ну, много. А вот. Но кулачки, кулачные, так сказать, бои, это новый вид. И изначально там дрались, ну, уличные парни. Сейчас стали подтягиваться спортсмены, которые, да, с определенными регалиями, да, которые достигли определенных спортивных высот. И, думаю, травматизм будет снижаться. И еще такой фактор, что федерация бокса сейчас, да, за этим всем наблюдает. Взяла под свой контроль, скажем так. Да, так сказать, легализовала. Легализовала. И нас проверяли реально, как будто нас, ни мы не выходим ни на бой, а в космос нас будут, так сказать. Мы прошли взвешивание, нас сразу отправили в лужники. Мы там до самого позднего вечера, ну, полностью нас, чем только, какими методами не проверяли, там, куча-куча всего. Все анализы взяли, различные датчики понавешали. Ну, серьезно к этому, как бы, отнеслись. И вот это там, которую они справку выдадут сейчас, мы, я думаю, это как вот профессиональным боксерам выдают. То же самое, что на полгода вот такая справка, что можно там плюс МРТ прошли мы там все, ну, все, все полностью. То есть бойцы на голых кулаках сегодня тоже своего рода проходят лицензирование, проходят все вот эти вот... Про терапевтов. Да, они уже не это, не котируются. И... А это все на себя берет сама лига проведения? Да, да, это полностью... Они оплачивали нам, как бы, здесь вообще здорово все. А для них тоже это, как бы, в новиночку. И из-за этого они, как бы, да, ну уж... Да и заплатно сейчас будет проведение. Ну да, ну они извинились, там, это давайте мы все оплачиваем, все давайте мы сделаем, вот, ну, вот так вот, как бы... Но со стороны федерации это все понятно. Во-первых, под контроль, да, взять, ну и в том числе, конечно, здоровье бойца. Тут тоже немаловажная история, потому что, чтобы исключить все эти летальные исходы, которые, как кажется, вот нам, обывателю, зрителю, кажется, что кулачные бои, это бои без правил. Но там тоже есть своего рода правила. Да, там тоже рефери может вовремя остановить, увидев там, что уже боец не может дальше продолжать. И тем не менее, расскажите вы, как человек, который там буквально год назад себя еще испытывал в смешанных единоборствах. Причем неплохо себя же вы показывали, даже вы, Головси, дрались, там, в РССИ, Головси, неплохие организации. Fight night. Fight night. Зачем вам нужно было вот это перейти в кулачные бои? Как так получилось? Вопрос естественный. Да, вопрос естественный. Здесь что-то нового придумывать я не вижу смысла. Как всегда, я себя позиционирую как воин, и для меня это просто путь от воина. Ну и вообще мне очень, так скажем, нравится, импонирует именно эта атмосфера кулачки. Чувствуется отличие, да, внутри вот здесь? Чувствуется, да, отличие, чувствуется накал, накал, именно когда ты выходишь, да, у меня всегда это такое старое слово, как ринг, как-то здесь как это обозвать? В сено, там же сено, вот, ну, выходишь на бой, и вот та атмосфера, тот адреналин, он все к тебе хорошо относится, все дружелюбно, там нету каких-то выкриков, там, там, убей, там, его, там, это, это. Такого как бы, нет, есть, конечно, хотят они, там, крови ждут, вот, но это все по-доброму как-то, и, ну, вот, и это заводит, это интересно. И все спрашивают, почему ты не кричал на пресс-конференции, там, у него, ну, мне это неинтересно. А кто это говорит? Ну, пишут... А, в комментариях? Да, конечно, пишут, там, это, да, там, треш-ток, почти, вот, ты вот вроде в ринге, там, так, вааа, кричишь, там, такой адреналин, вот, мы хотим, чтобы ты так же на пресс-конференции, на фотографиях, я говорю, а зачем? Вот там вот я есть, вот какой есть, вот, мне вот есть настрой покричать, вот, именно там, там и кричу я в ринге, вот, я выхожу, я настроен прямо, да, на такую жесткую рубку, жесткий бой, Вот, и вот эта радость, там, победы, она выплескивается, вот, такими, как бы, эмоциями, вот, а, будем говорить, что пресс-конференция, ну, это шоу, вот, и кого-то, там, оскорблять, вызывать, там, еще, там, что-то, рычать на него, ну, блин, я же человек, все-таки, не животное будет. Сергей, ну, а вот, если прям по-честному, вот, смотрите, вы выступали в Игол Ифси. Один бой я провел. Один в Игол Ифси, да? Да, как раз-таки, такой очень кровожадный с... Да, в апреле, как раз-таки, 2021 года. Горшечников. Горшечников, да. Да, 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 вот его, кстати, запомнилось. Мое мнение, что я тот бой выиграл, я не всегда так говорю, но... С судейским решением он завершил. Он, да, судейским решением, и его ввели на... Он был претендентом на пояс. И следующий бой должен драться за пояс. Но, я не знаю, вроде он так и не подрался после меня. По-моему, тоже не подрался. По-моему, не было, да, поединка за пояс. Да. Потому что, ну, хорошая была заруба, вот. И если брать красочность, да, работу вообще, в общем... Не работу боксерскую, да, он мне попадал, но он мастер спорта по боксу, естественно. Посмотрите, вы, он и людей там и вырубал. А вот, так что у парня удар поставлен, плюс он и борется, и все. Вот. И мы с тренером разбирали, и многие мне потом писали, что, Сера, ну, ты выиграл этот бой, если вот по чесноку. Я говорю, ну, я тоже не всегда говорю, но здесь вот у меня тоже такое ощущение было, что я его как бы вел, я его выигрывал. Вот. Где-то, да, моменты были, но это же спорт, моменты где-то качели были, что где-то он попадал, где-то я. Но в общей картине и последний раунд вообще как бы был за мной. Вот. И концовка тем более. Ну, и сейчас тот факт, что он не вышел за поезд рации, значит, плюс тренер... Не так хорош? Ну, нет, почему не так хорош? Видимо, хорошо, я его потрес. Нанесли ущерб. Да, это хороший ущерб, что до сих пор он восстанавливается. Вот мы, к сожалению, не можем, нет у нас прав, чтобы показать этот бой, но для зрителей, для тех, кто вдруг не посмотрел, обязательно посмотрите. Советую посмотреть, очень, да. Но сразу предупреждаем, что там зрелище не для слабонервных. Но мы, на самом деле, зашли так далеко. Для чего? Чтобы узнать вот в этот момент перехода. То есть вы, Гал и ФСИ, с вами не хотели продолжить работу после этого боя? Нет, они мне сказали прямо после боя, ну, Серый, ты чуть-чуть не доработал. Я говорю, ну, это ваше мнение, вопросов нет. Но мы тебя наберем. Я говорю, все, хорошо. Сколько тебе надо восстановиться? Я говорю, ну, вот у меня там рассечение. Ну, мне тоже, как бы, это, зашивали, у меня несколько рассечений было, зашивали около часа меня. А вот, как бы, рассечения были хорошие. Вот. Но я быстро восстановился, там, может, через неделю я уже начал тренироваться. Ну, это, в принципе, раньше, ну, плодотворно прям. Ну, я всегда прихожу, у меня любая травма там, я прихожу, что-то делаю, всегда говорю, что даже игра на PlayStation, та же самая тренировка. Вот смотря во что ты играешь. Ну, и вообще в любую. Так что здесь надо просто креативно к этому подходить, к тренировкам. Тогда будет интересно. И не перезвонили? Не перезвонили. Как-то раз написали, потом так и не ответили. И все, и как бы. И что вы решили? Пропали. Ну, а я человек такой, я не люблю навязываться. Вот. Видимо, они думали, что я такой проходной боец, а они со мной не угадали. А вот. И, может быть, побоялись меня еще на какие-то бои ставить. Вот. Ну, не знаю. Как бы, история умалчивает. И летом получается. Да, мне поступил звонок. Друг у меня, мы с ним познакомились на чемпионате мира по панкратиону. Лев Сокольщик, он представляет Московскую лигу панкратиона. Там, в Москве. И вот он мне предложил, что Серега, можно выступить в топ-док. И оно, в принципе, нормально. Ну, мы начали обсуждать моменты по контракту, по оплате. Там, да, ну, вот это гонорар. Ну, пришли вроде к пониманию. И, ну, все. Сейчас выступаем. О, два боя. Ну, опять ему для зрителей поясним, что два боя уже прошло. Причем оба боя нокаутом. Да. Первый вообще быстро мы не успели даже. Да. Да. Самый быстрый нокаут получился. Да. Ну, можно было его даже, этот, уже парня снимать, потому что там хорошо ему попал. Вот. И когда уже, ну, в топ-доке не отчитывают нокдауны. И у него спрашивают. У него глаза вот такие в кучу. Ты можешь продолжать? Ага. Вот. Ну, каждый воин никогда не будет сдаваться, если он, да, истинный воин. Он будет, хоть там у него все сломано, он будет, нормально все. Все нормально, давай дальше. Ну, там 10 секунд, вроде, да, если поднялся, то продолжаешь. Нет? Нет, здесь немножко по-другому в топ-доке, не как в боксе. Там, если вот нокаут, нокаут. То есть упал и не может продолжать, тогда остановили. Вот, яркий пример моего второго боя, что он встал и опять упал, там, вот это, ну, уже все. Не мог стоять на ногах. Да, да, даже, да. Могут давать, там, да, шанс, если там, это все от рефери зависит. Могут посчитать до 10, там, это, чтобы он отдохнул, что если там, ну, непонятно. Пришел чуть-чуть в себя, придет в нем. Да, 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 да. А вот первый бой, я думаю, надо было раньше заканчивать. Вот, ну, парни хорош, если сказать объективно, что первый профессионал по кикбоксингу, вольдмастер спорта по кикбоксингу, там у него регалий предостаточно. Второй еще сложнее парень, у него самый быстрый нокаут на топ-док, плюс он мастер спорта по боксу, там, ну, еще какие-то регалий, я не запомнил. Вот, Сергей, вы ни в коем случае не принимаете наличный счет, я просто вот выражу сейчас мнение, большинства не буду говорить, не буду абсолютизировать, но тем не менее, некоторые считают, что спортсмен, который не смог себя реализовать, там, в боксе, в других видах единоборств, вынужден идти в кулачные бои. Это так? У вас это была мера вынужденная? Нет. Я, в принципе, мог в других организациях, промоушенах выступить по ММА. Просто не задавались такой целью, да, поиска? В Китае, по K1 я выступал, можно было тоже, мне нравится, мне нравится вот именно на топ-док, вот этот формат сейчас, какой есть на голых кулаках, да, он может покровожать мне где-то, кажется. Но я вот прямо чувствую, что это вот мое место. Может быть, знаете, каждый говорит по-разному, я же начинал тоже с бокса, там, с рукопашки, по боксу тяжело куда-то пробиться, да, будем так говорить, если по чесноку, то многое что коррумпировано, вот, и пробиться в боксе просто нереально. Из-за этого я ушел в кикбоксинг. В кикбоксинге я стал бронзовым призером Кубка Мира, вот, мастером спорта, вот, и всегда, я просто всегда мечтал драться, ну, в таких приближенных, будем так говорить, к улице. На тот момент было сначала самбо-универсальный бой, и потом, наконец-то, я попал в ММА. Вот, и сейчас вот развилась такая организация, да, как кулачные бои, как топ-док, и еще раз повторюсь, что это, как бы, я думаю, что это мое место, да, ну, чувствую, что это мое место. И мне это нравится, потому что, как сказать, на кого я равнялся, и кто меня вообще сподвиг заниматься боевыми искусствами, это Брюс Ли. Заметили мы по вашему инстаграму, да. Да, ну, вот. И вообще восточная философия, вот, и вся в облесках. Да, у меня восточная философия, славянская философия. Ну, вообще, я люблю, как бы, пофилософствовать, психологию изучаю. Если по моему лицу не видно, я по образованию социальный психолог еще. На секундочку, покажите крупным планом. Причем второе, первое, экономист. Еще деньги, считайте, Митя. А может, кстати, о деньгах сейчас поговорить? Или вы тоже в топ-док об этом не разговариваете? Условия? Условия контракта? Нет, условия нормальные. Не хуже, чем в ММА? Нет, не хуже. Не хуже. Я думаю, для начинающих парней, которые вот именно там пришли с любительского бокса, это очень хорошо. Мы, конечно, там чуть поначалу не сошлись. Финансово. Финансово, да, мнениях. Но потом урегулировали этот вопрос. В принципе, сейчас все нормально. Но я как-то говорю в Инстаграме, там, я, по сути, человек простой. Так, говорит, простой не от ума, а просто жизненно. Я не скрываю какие-то, ну, такие вот моменты, которые могу рассказать. Оказывается, это конфиденциально. Тот-док, вы сказали, Сергей, у тебя отдельный контракт. Индивидуальные условия. Индивидуальные условия. Пожалуйста, не разглашайте. Не разглашай. Я говорю, все. Да будем вносить фрукту. Вы мне просто не предупредили, что это нельзя говорить. Все вы мне сказали, я не буду больше. То есть вы после подписания вышли вот так, да, он ждет меня на один миллион долларов. Да, 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 да. В каком комфортнее поединке было? С ногами в первом рейдже или все-таки во втором, когда чисто на кулаках? Здесь такой вопрос. Интересный. Интересный в чем? Ну, больше профильный я как кикбоксер, да. Ноги все равно так и тянутся, да? Нет, не тянутся. Я могу это контролировать. Но я всегда знаю, что если что-то пойдет не так, я могу с ноги дать или локерк, или маваша, да, там это, или с колена, вот. А чисто в кулачке такого нет. И здесь иногда возникают какие-то затруднения, будем так говорить. Бокс – это вообще креатив чисто на руках, чисто передвижение на руках. Кикбоксинг, больше возможностей, больше возможностей, моментами. Красота заключается, да, в ударах ногами, коленями. Вот. И как бы сравнивать их, ну, это разные направления, и кому как нравится. Вот. Я всегда говорю, меня спрашивали тоже в топ-док, где тебе удобнее? Я говорю, да мне без разницы. Вот будь с борьбой, значит борьбой. Будут одними ногами, значит, одними ногами. Ну, вопросов нет. Интересно, кстати, на одними ногами. Здесь, я говорю, надо подходить с креативом, и все-таки ты воин, ты должен уметь все. Я говорю, что вот. Есть философский наставник Брюс Ли, пожалуйста. Ну, просто интересно, на самом деле, почему так вот в одной организации вот такие разные правила. Сегодня ты выступаешь по таким правилам, сегодня тоже и подготовка зависит очень много. Там месяц у вас есть на подготовку, и ты перестраиваешься, да полностью. Почему так происходит? Очень интересно. Или вы сами выбираете? То есть вы можете сказать, нет, друзья, я вот только вот так. Ну, сейчас так какового рейджа пока нет. Я не знаю, что его пока нет. Почему? Потому что топ-докс сейчас в федерации бокса. И в федерации бокса может состоять только как бы одно направление. И кикбоксинг это совсем другое, должна быть в федерации кикбоксинга. В связи с этим изменения произошли. Все, теперь мы поняли. Теперь только на кулаках. Поэтому вы первый раз еще попробовали себя, да, по-другому? Ну, они меня вообще хотели как бы в рейдж, чтобы я в рейджа выступал, они там выстрелили, выстрелили, но получилось как получилось. Им понравилось. Они говорят, не-не-не, давай ты у нас будешь это. Они меня сразу подтянули. А потом еще и федерация подключилась. И все говорят, ну пока рейджа нет, так каково вот это. Мы будем там что-то делать, но серый, ты как профессионал будешь вот здесь. Ну, а вам они принципиальны? Мне не принципиальны. То есть следующий бой чисто будет на кулаках? Да, да. И когда он будет, если есть дата? Можно озвучить, если... 5 февраля в Казани соперника пока не знаю. Прямо по-честному не знаю? Не знаю по-честному. Выбирали-выбирали, кто-то отказался. Вот сейчас как бы тоже рассматривают. Ну да, посмотрели ваши предыдущие два. Может быть. Хочу еще жить. Как ваша подготовка поменялась? Как она сейчас проходит? Вот готовясь к кулачным поединкам. Да, в принципе... В отличие от смешанных. Ну понятно, что борьбы нет. Нет, почему? Есть борьба. Тоже борьба есть? Конечно. В этом и фишечка вся. А? Конечно. Расскажите. Там парни с улицы приходят, а кулаками умеют махать. А тут еще... Ну да, здесь надо уметь бороться. Клинч, это та же самая борьба, если ты умеешь бороться. Плюс у нас еще добавился тайский бокс сейчас. Мы профессионально. И это тоже я вот как раз с Тимуром хотел поговорить насчет этого, чтобы он мне дал уроки вот именно чисто для рук. Какие-то фишечки из тайского бокса. Но мы с ним потом об этом переговорим. Вот. Что сейчас уже все пошла подготовка. И вот, и раз пока по кикбоксингу. Кстати, Владимир Минеев мне звонил, предлагал после вот моего боя, этот бой, чисто по кикбоксингу. Который он, кстати, комментировал. Да, 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 он комментировал. Курочный, да, комментировал. Вышел вас поздравить. Да, я его давно так-то знаю. Мы с ним вот на файт-найсе, на сборах были вместе. Ну, так мы не договорились. Но я ему сказал, что я сейчас на контракте с Тупдогом. Ты созвонись там с менеджерами. И как вот решите вопрос. Без проблем. Но он звал чисто в кикбоксинг. Чисто по кикбоксингу. Они сейчас же там по кикбоксингу. По-моему, 27-го числа должен быть у них какой-то турнир как раз. Да, 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 да. А вот. Ну, видимо, что-то, может, не согласовали. Не знаю, я не говорю. Не позвонили. Ну, ладно, дальше готовимся. Готовитесь в Ротимборце, в Екатеринбурге. Да. С тренерами. Ну, вот, помимо нашего Тимура, который скоро к вам присоединится. Я так поняла, уже пользуясь случаем. Вы об этом договорились. А кто еще? Новый тренер по боксу Дмитрий. Он тренер тоже в Ротимборце. На ЖБИ. Честно говоря, фамилия. Ну, у меня этот вообще именно кретинизм. Мне надо несколько раз напомнить, чтобы я запомнил фамилию. Не помню. Но тоже очень интересная школа бокса у него. Современная. Ну, тоже вот готовимся. Думаю, что-то мы возьмем из этого, что сказать, в новый бой. Несем. Ну, в принципе, тренеры основные. Это Венер Галлиф и Ротимборца. Как клуба, так и тренируют они, собственно, в центре. В Севоло цирке. Сейчас он как бы... Неплохая компания. Да, всем процессом он рулит. И плюс сверху, так сказать, нас накрывает Венер своим опытом. Ну, кстати, что они говорят по кулачным боям? Они нормально приветствуют? Или для них... Да, ну, они говорят, серый ты, жесткий. Но все бойцы понимают, что тем более, когда выходят спортсмены. Это понятно, когда раньше вышли, да, если сказать по-простому, бакланка там. Помахали. Это одно. А когда выходят, да, профессионалы, вот, и картина другая, вот. И уже здесь кто вообще понимает, да, суть боя, да, они вот видят, что где это, где опасно, где, да, травма опасна. Так что мне это не говорят, блин, серый ты красавчик. Ну, что акцент вам рекомендуют сделать? Ну, на ударку, понятно, да, все-таки так или иначе. Ну, да все что-то рекомендуют. Ну, я вот всегда, в последний раз смотрел Роя Джонса, Джуниора. Ну, это же красавчик. Вот вообще, вот, если его взять из всех, это прямо, блин, легенда. Легенда, легенда, но он прямо такой. Он бил из различных углов, там, передвижения, куча-куча. И то в каких-то статьях, комментариях, там, еще там, 5-10-й говорят, вот он вот здесь вот так вот неправильно делает, вот здесь вот так вот неправильно. И я понял одно, что нет идеальных бойцов. Есть, да, вот есть человек, который, у которого есть, там, харизма воина, и вот он прет независимо на его недостатки, да, там, берет своими достоинствами, берет своим напором, там, еще различными факторами. А вот, и то, что, там, многих, там, критикуют, там, я тоже, как бы, раньше, вот, там, а, Серый, тебе надо вот, там, вот это вот так, это вот так, а, блин, да, правда, все, начинаешь, там, это. Сейчас я понимаю, что надо гнуть свою линию, да, прислушиваться, но гнуть свою линию. Вот, потому что для всех, да, не будешь идеальным бойцом, там, боксером, там, кикбоксером тайским. Ну, да, со стороны, конечно, какой-нибудь, да, потому что они видят со своей стороны вот так, вот, а ты видишь, как бы, как вот, ну, тебе удобно, ты должен изначально прислушиваться к себе, и, ну, соответственно, брать информацию извне, это неотъемлемая часть, но, которая тебе нужна, которая не нужна ее на дальнюю полочку, на всякий случай. Ну, вот, возвращаясь к вопросу о условиях контракта, сколько боев подписали с ТОК ДОК? Вообще, как-то это же на определенной... Не до разовый, каждый бой это новый контракт. Нет, ну, профессионалов, мы на два года подписали контракт. Временно. Уже новый контракт подписали, потому что сейчас через Федерацию. Все понятно. Вот, вообще, даже третий новый, первый был с Рейджем, вот, потом Рейджем не стало, чисто ТОК ДОК, потом Федерация появилась, вот, сейчас вот с Федерацией, вот, у меня контракт еще на рассмотрении. Но я его подпишу, он все равно, там... Ну, на два года все равно. На два года, минимум два боя. А, минимум два. В год, да. И на каждый бой идет отдельный контракт. Дополнительный. Да, дополнительный контракт, где прописывается гонорар, условия, там, пятое-десятое. Вот это каждый раз. Есть ли медицинская страховка, насколько она важна в таком виде спорта? Медицинская страховка, конечно, это обязательно, без нее просто не допустят. Есть ли какой-то лимит суммы, прям, медицинской страховки? Потому что это... У любительских есть очень минимальная, либо это закрытая информация? Да, я думаю, что не закрытая. Ну, зависит от твоего понимания, да, и... То есть она должна быть, насколько ты уже самостоятельно смотришь. Да, 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 да. Как ты хочешь себя там... Защитить и оберечь, грубо говоря. Все верно, все верно. Ну, вот, кстати, хорошая история. Мы часто, когда просто готовимся с Тимуром к каким-то передачам, обсуждаем этот вопрос, что некоторые бойцы получают гонорар, который потом тебе даже там зуб вставить нового не хватит. Не хватит, да, восстановиться после боя. А тут-то однозначно какой-то ущерб, да, и есть все равно. Как минимум сотрясение мозга получила и сидишь. Каждый должен пройти вот этот путь, да, будем говорить, спортивного безденежья. Вот это закалка. Это неизбежно, да. Потому что, да, ты должен сначала это доказать... Это все равно формируется характер. Вот, что ты дерешься не за деньги, а дерешься, да, за какие-то высшие цели. Я так же за высшие цели дерусь, вот, но у меня семья, вот, я деньги получил, я всегда говорю, вот эти деньги, там, на это, эти деньги, на то, вот, крайний бой, вот, а нет, первый бой, я сказал, что вот кухню куплю, сейчас следующую, вот, надо балкон сделать. Все правильно. Ну вот, и все так вот, я говорю, мне деньги не нужны, вот, семье. Я говорю, я и так, самодостаточно, у меня все отлично, мне все хватает. А вот этот вопрос, кстати, вы его не продолжили, разрешает лига топ-док выступать в других еще? Ну, если взять именно вот кулачные организации, то с разрешения топ-док, ну, не то, что с разрешения, а согласовать какие-то моменты. Вот, в ММА, в принципе, можно, ну, и тоже, как бы, с ними, чтобы не пересекались числа боев, и там, ну, чтобы это, ну, вот, если взять яркий пример, я же сразу отзвонился в топ-док, что мне, Владимир Минеев предложил бой. Они, все, да, без проблем, там, это, что там, я говорю, ну, давайте вы согласуйте, а вот, и я им накидываю, что не пересекались. Да, ты боев, там близко не боев. Да, да, ты боев, а то там, чтобы вам-то, о, точно, точно, ага, тогда, вот, и все. Может, у них и вот, и где-то, что 5 февраля, топ-док, да, 23-го, и из-за этого они сказали, ну, вдруг он там что-то травмируется. Травмируется еще что-то, конечно, это будет. У меня был такой случай, что я должен был по Ки-1 опять лететь в Китай, выступал здесь в России, в Ростове, по рукопашке, что там, командный турнир на чемпионат России. И когда проводил бросок, сломал руку. И все, я со сломанной рукой, все, я перевел со сломанной рукой, вышел на болячку. У нас до того так сливали, ну, чтобы вот этот, рассказать историю. Ну, ладно, со мной, если вот так вот, как бы там качели, вот, а Александр Деревянко два раза нокаутировал соперника. Сказали, ты неправильно нокаутировал, победу отдаем сопернику. Мы были в шоке. Это была такая жирная точка, что мы понимаем, что нас слили. Вот, и я здесь говорю, у меня... Типа запрещенный удар, что ли, квалифицировали? Да, ну, там я не знаю, как... Именно с такой силой нельзя бить голову. С такой силой нельзя бить, да. И я вот со сломанной рукой вышел на рычаг локтя, сделал его. Мы сказали, нет, ты не успел. Вот, тоже меня слили. А вот, а потом мы уже выяснили, что нас просто... Сливали всех. Да, всех, всех там посливали нас. Там даже с нами ездил парнишка, он четырехкратный чемпион мира по рукопашке. Его в первом же бою слили. А вот... И вы еще говорите, коррупция, бокс и так далее. Везде, видимо, хватает своих нюансов. Хочу немножко отвлечься, и Блиц у нас есть или-или, вы прям не думая. Готовы? Так, конечно. Давайте попробуем. ММА или кулачные бои? Кулачные бои. Хук или лоу-кик? Лоу-кик. Октагон или ринг? Октагон. Российская глубинка или гламурная столица? Глубинка. Филигранная техника или грубая физическая сила? Техника. Би-Ки-Эф-Си или Ю-Эф-Си? Ки-Эф-Си. Ю-Эф-Си. Ю-Эф-Си. Джиган или Баста? Баста. Тихий дон или путь воина? Путь воина. Лыжи или футбол? Футбол. Деньги или здоровье? Здоровье. Ну вот как. К вопросу о здоровье. Как семья отнеслась к тому, что вы перешли в кулачные бои? Ну сын вряд ли же смотрит. Там Сенс 18+. Да. Сын потом в Ю-Тубе смотрит. Конечно. Все-таки смотрит. Так он вырос на этом. На моих боях. Так что. Он мне еще комментирует. Папа, ты вот здесь так должен сделать был. А здесь вот так сделать должен был. А супруга? Кулачку она не смотрит. Ну а вообще как отреагировала? Куда? Что? Что? Зачем? Как это будет? Мне муж нужен еще. На долгие годы. Она говорит. Просто ты, говорит, безбашенно. Чувак тебе привыкла. На это вы и решили. Фанат говорит своего дела с этого спорта, боевых искусств и что с тобой поделаешь. Просто она понимает, что если я не буду драться, то людям у меня как-то была ситуация с бандитами, сразу всем станет плохо, потому что Сережа всегда за справедливость. Свою энергию вам так или иначе куда-то надо. Энергию куда-то надо девать, да, из-за этого лучше вот здесь. Тут хотя бы деньги приносит. Все верно. И получает удовольствие. Да, еще и удовольствие получает в случае, чего подлатает, когда надо. Ну, раз о страховке мы говорили. Все верно. Хорошо, ну а что вообще кроме боев? Что еще? Казах, вот, например, кто для зрителей наших, кто не знает. Вы состоите в клубе, да? Или это просто клуб по интересам? Или там тоже какие-то обязанности, что-то вы делаете? Нет, клуб это у нас общественная организация, хутор Волча-гора. Почему не говорю? Потому что у нас именно наша общественная организация, я являюсь как бы атаманом и если, да, с генеральным директором этой организации, да. И в Верхнем Уфале мы персона Нонград. Почему? Потому что там еще есть одна казачья организация, с которой у нас как бы... Прямая конкуренция. Ну, у них, да, конкуренция, из-за этого мы страдаем. Администрация просто к тем лояльнее относится, чем к нам. Вот. Они нас не понимают, потому что в большинстве у нас спортсменов больше. Спортсменов больше. Ну, да, спортсменами-то занимаются. И правда. Да, да. И думаю, что мы самоорганизовались для каких-то там, будем говорить, действий. Хотя это не так. Вот. Всегда пытаются нас облить грязью, там еще что-то, какую-то неправду сказать. Нет, это у нас образ жизни. И казачество — это корни, которые мы поддерживаем. Вот. И стараемся участвовать в каких-то мероприятиях. Ну, сейчас мне тяжеловато. Вот. Потому что... Совмещать тяжело. Да. Ну, как бы все равно в теме там какие-то мы дела делаем. Вот. Ну, сейчас у меня меньше времени. Я раньше практически не ездил в Екатеринбург. Там уфалия было. Да. Я больше вопросов общественных решал. Я баллотировался, депутаты пролетел. Ну, там я понял, что это такое. Туда лезть не надо. Не, ну, а какие вы говорите вопросы? А реально, как общественные организации, какие вопросы решают? У нас... Что, обращаются жители? Три эколога. Мы какие-то экологические вопросы. Да, жители обращаются. Это очень актуально для вашего. Летом ветерану Второй мировой войны полностью сделали палисадник. А вот купили материал, все. Мы сделали там забор, палисадник. Ну, такие по мелочам какие-то вопросы. На своей территории стараетесь помочь? Да, не то, что на своей территории. Мы всегда как бы будем говорить за правду, за помощь тем, кто ее достоин. А вот, и вот эта организация для этого и существует. А вот, чтобы собраться, да, и помочь. Мы разыскивали людей. Даже показывали нас по ТВ-3. Мы там на лошадях искали. Ну, у нас уже не первая, да. Как она, организация Роза Аллер. А вот, когда в Челябинске она внукове есть. Вот, мы вместе с ними разыскивали дедушку, разыскивали девочку. По лесу, по городу с полицией тоже маленькую девочку искали. Мальчика маленького искали, который потерялся. Ну, вот таких. Нам мы с полицией сотрудничали в плане того, что каких-то поисков людей. Мы организуемся быстро, на машинах подъехали. Даже как-то и сын со мной было в 11 часов вечера. И вот, папа, я с тобой поеду искать. С тобой поеду искать. Вот он навязался, я не мог от него отвязаться. Я говорю, да ложись спать. Нет, я с тобой. Но лето было, школу не надо. Я говорю, ну ладно, поехали. И вот он с нами тоже по городу ходил со мной, искал. Как бы, вот, я думаю, что пример показываю я правильный. Вот, и вот это самое главное, чтобы показать корни, показать правильные дела. А вот, плюс еще он также ходит со мной на тренировки. Он может даже просто сидеть и играть в телефон, но он находится на тренировке. И вот это его, как бы, образ жизни. Он всегда вот в кругу, как бы, у спортсменов. Ну, вот вы лично, теперь переходим снова к спорту. И, наверное, уже будут финальные наши вопросы. И самый банальный, наверное, сколько вы себя видите, вот, в частности, в кулачных боях. Даже сделали татуировку топ-дога. Это прям привязали себя к организации. Мне вообще нравится. Я же человек слова. Вот ротиборец. Вот топ-дог. Что мне нравится? А если ты в другой организации будешь, тоже... Логичный вопрос. Блин, ну я на Файт Найсе, там, в РСС выступал, да. И много еще покебоксов... Или место еще есть просто на правой руке. Нет, это вот я хотел сделать, я сделал. Мне потому что, и раз я говорю, что мне это нравится. Мне нравится кулачки, мне нравится топ-дог, как относятся. Из-за этого я сделал татуировку. Сколько видите себя в кулачных боях? Или все зависит от травмы непредсказуемо? Да... Ну, или как все равно, есть же какой-то у вас там план свой. 37 лет вам. Ну, уже, мне кажется, пора задуматься, нет? Да. Тренировать будете кулачниками. А что, ну... Или вы как Венер Галеев, который просто все рекорды побил. Мы Дункан и Маклауды. Я, Венер, Санька Деревянка. Мы будем до последнего драться. Спасибо, Сергей, вам за встречу, за то, что нашли время в своем тренировочном процессе. Между прочим, человек буквально с тренировки сразу пришел к нам в студию и снова на тренировку. Все верно, Маклауд. Да. В машине йогурт покушал и сюда. Спасибо, Сергей. Рад знакомству. Вам желаем только удачи 5 февраля. Но, во всяком случае, мы не призываем детям. Точно нельзя. Но мы будем смотреть, кто бы там из соперников ни был. Вам только победы и без травм. И без травм. Для зрителей, еще раз напомню, у нас в гостях был Сергей Калинин, боец на голых кулаках. Но, во всяком случае, сейчас представляет и выступает в Лиге Топ-Док. Обязательно еще увидимся. А пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok